Эти кадры сделаны несколько дней назад в Орле. Именно здесь прах участника Великой Отечественной войны Павла Погожева передали его родственникам. Они ждали и искали Павла больше полувека. То, что происходит сейчас, называют настоящим чудом. Очень рады, что он нашелся, что его идентифицировали, что он поедет к тем, кто его больше всего ждал. Его все время ждала мама его, его братья, его сестра. Не прошло и трех дней, как останки Ставропольского бойца перевезли на его малую родину в село Донское. Именно отсюда в 1943 году Павел ушел на фронт. Вернуть солдата на родную землю родственники считали делом чести. Без вести пропал, но мы ждали. И вот, наверное, это божий промысел. Такое радостное известие, что он нашелся, что он вернулся домой. Но мы его никогда не забывали, хоть и никогда не видели. Торжественная церемония со всеми воинскими почестями прошла в центре села у Мемориала Вечной Славы. В ней приняли участие местные жители, представители духовенства и краевой власти. Спасибо поисковикам, спасибо всем людям, которые помнят. Помнят и гордятся подвигам наших с вами предков. Давайте будем достойны этих подвигов. Давайте будем помнят об их победах. И, конечно же, давайте немного помолчим о том, что они для нас сделали. И благодаря чему мы сегодня здесь все находимся. После панихиды останки Павла Погожева захоронили на сельском кладбище. Павел Погожев погиб летом 1943 года в районе села Задушного Орловской области. И вот только спустя 76 лет он похоронен здесь, на родной земле, рядом с родственниками. Павла удалось найти и опознать буквально чудом. Прочесывая поле в Новосельском районе, поисковики получили сигнал от металлоискателя. А в кармане формы обнаружили обрывки бумаги. Позже оказалось, это красноармейская книжка, в которой, ко всему прочему, сохранились, конечно, немногие, но такие ценные данные воина. Вот она, красноармейская книжка. Вот она, судьба человека. Удалось разделить все шесть страничек. И здесь фрагментарно, буквально по одной буковке, вытягивалась информация о Павелу Николаеве Чаржинькидзе, Турновский район, Погожеву, ник Николаю, отцу. Всего в годы Великой Отечественной войны на фронтах сражались 320 тысяч ставропольцев. Погибло, пропало без вести 190 тысяч. Но благодаря поисковым отрядам спустя много лет они все-таки возвращаются на родную землю. Яна Лукошкина, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.